А теперь мы с вами постепенно переходим к, пожалуй, самой интересной для нас сегодня части 17 главы. Это посещение Павлом и его соратниками Афин. Они разделяются, силы Тимофея остаются у моря, а Павел отправляется в Афины, потом он должен будет встретиться с силой Тимофеем. Но пока он оказывается один в самом, пожалуй, выдающемся греческом городе, в интеллектуальном центре Эллады. Он начинал с Антиохии, он попадает в Афины. Греция в тот момент была в очень интересном положении. Это была колыбель западной культуры, постепенно приходящая к своему упадку. Это была страна, интересная прежде всего своим прошлым. От сказаний Гомера, Илиады, Одиссея, где боги активно и более чем активно, олимпийские боги, участвовали в жизни этой земли. Где богиню можно было рассердить, где один из олимпийцев или одна из олимпиек покровительствовали одной стороне конфликта, а другие – другой стороне конфликта. Где боги ссорились между собой прямо как люди. Эта родина – поэм Гесиода, одна из них – Теогония, происхождение богов. Оказывается, боги откуда-то произошли. Оказывается, были четыре основных элемента. Оказывается, некогда был вообще хаос. И боги постепенно происходят, становясь порождением стихий. И у каждого из этих богов свое место. У каждого из этих богов свой, скажем так, регион влияния. Тот, чем они занимаются. Они ограничены вот этим самым регионом влияния, сферой влияния, если хотите. Это родина величайших трагиков, величайших драматургов, если хотите, древности. Это известная троица из Хилл, Софокл, Еврипид. Это люди, которые в своих пьесах за пять веков до Иисуса Христа ставили важнейшие вопросы. Вопросы соотношения добра и зла. Вопросы свободы воли. Вопросы соотношения Божьей воли и воли человеческой. Кто мы перед богами. Вопросы любви и ненависти. Рядом с ними еще и Аристофан. Вроде бы комик. Комедии, конечно, писал. Но весьма условно комедии. Потому что мучили его те же самые выдающиеся вопросы. Эллада, как родина величайшей поэзии. И на греческих поэтов будет ссылаться апостол Павел. А поэзия, которую сегодня очень трудно читать. Бедные студенты, филологи, особенно те, кто изучают античность, продираются через эту поэзию. Ну, те, кто изучают античность, им еще сложнее. Они это все по-гречески читают. Остальные читают в русских переводах. Но к этому стиху нужно еще привыкнуть. Правда, если привыкнуть, тогда уже его раскусишь и оценишь. Это родина философии. Это родина Сократа, Платона. Это родина таких людей, как Аристотель, которые, собственно говоря, осмыслили явления этого мира, которые осмысливали природные явления, которые написали работы, считающиеся фундаментальными и сегодня. Это родина величайших историков, которые рассказывали об исторических достижениях, о жизни исторических личностей. Но проблема вот в чем. Ко временам апостола Павла язычество постепенно приходит в упадок. Ко временам апостола Павла большинство достижений оказывается в прошлом. Потому что миром правит Рим. Римляне говорили, дело греков осмысливать мир, а наше дело его завоевывать. Это город былой славы, но при этом очень гордящийся собой, гордящийся своим, скажем так, интеллектуальным элитизмом. Прийти в Афины то же самое, что прийти в какой-нибудь современный университет с богатейшими традициями. В Афину пришел Павел, еврей, который, вообще говоря, никто не знал. И Павел начинает с того, что осматривает город. Он не просто ждет силу и Тимофея. Он идет на экскурсию. Он смотрит вокруг. Он пытается понять, в какой город попал и оказывается весьма наблюдательным человеком. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Он попадает в Афины и видит он не колыбель истории, литературы, драматургии. Он видит город полный идолов. Ему, человеку из Иудеев, человеку, привыкшему к монотеизму, к единобожию, становится, мягко говоря, не по себе. Но обратите, пожалуйста, внимание, что потом, разговаривая с афиненами, с афинскими философами в Ареопаге, он не скажет им, какое безобразие. Почему у вас столько идолов? Вот я пришел и возмутился, увидев ваш город. Он начнет с другого. Он скажет, я вижу, что вы набожные. Набожные люди. И объяснит это свое утверждение. Но вернемся к 17 стиху. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, ищущими Бога. Опять-таки, ничего нового в этом нет. Эту часть его стратегии мы уже видели. Ежедневно на площади со встречающимися. Он выходит на улицу, он выходит на площадь, он начинает говорить с людьми. Некоторые из эпикурейских и истоических философов стали спорить с ним. Одни говорили, что хочет сказать этот суеслов или пустослов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. Вот здесь мы можем с вами одну вещь не заметить. Первое высказывание, что хочет сказать этот суеслов, явно негативное. Второе высказывание, кажется, он проповедует о чужих божествах, на самом деле, с точки зрения Афинян, это вполне позитивное высказывание. Вот у римлян, извините, извините, пожалуйста, вот у иудеев было такое ограничение, они отлично это усвоили за время Вавилонского плена, что о чужих божествах проповедовать нельзя. У римлян это выглядело по-другому. В принципе, можно о божествах говорить, если они на Цезаря, на Кесаря не покушаются. Афиняне были людьми открытыми. Почему? Это мы узнаем очень скоро. Афиняне были готовы услышать разговор о чужих божествах. Им это было интересно, хотя бы ради собственного образования. Конечно, эти божества были рангом ниже собственных, но все же божества. Именно поэтому понимание вот этого момента помогает нам понять связь с 19 стихом. Им стало интересно, потому что он зацепил их в этот самый момент. Они готовы были слышать о чужих божествах. Они только не знали, что этот бог единственным окажется. Тут они, конечно, обломились. И взяв его, привели в Ореопак и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Вот о чужих божествах – да без проблем. Новое учение – легко. Давай, мы хотим услышать. И встав, Павел среди Ореопага сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому богу». Я напоминаю то, о чем говорил коротко минут пять назад. С точки зрения греков, мир был поделен на сферы влияния различных богов. Греку для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы его предприятия имели успех, надо было следить за тем, чтобы не прогневывать ни одного бога. А богов было много. Чтобы еще лучше было, надо следить, чтобы жертвы приносились всем богам. И эти люди серьезно боялись. А вдруг мы кого-то забудем? А вдруг появится еще какой-то бог, который скажет, «А мне?» В сознании грека боги, как малые дети, которые такие, знаете, «А мне конфетку?» «А мне игрушку?» «А почему мне не купили?» И все. Если бог разгневается, будет очень плохо. Потому и поставили афиняне жертвенник на всякий случай, неведомому богу. Мы не знаем, Боже, как тебя зовут. Мы не знаем, кто ты такой. Но на всякий случай, рядом с другими богами, мы тоже поставим тебе жертвенник. Как-то мне довелось беседовать с одним индуистом. Человек, этот молодой человек, серьезно исповедовал индуизм. И вот мы с ним начали говорить. Я говорю, скажи, пожалуйста, а кто по-твоему Иисус Христос? Бог или человек? Он говорит, конечно, Бог. И я такой думаю, «Вау! Слава Господу! Он принимает божественность Иисуса Христа. Он уже свидетели Иеговы точно в этом превзошел. Потому что свидетели Иеговы скажут, что все-таки человек». Он говорит, конечно, Бог. Ему нужно поклоняться. А потом он так задумался. Говорит, да, Иисус Христос – Бог. И Яхва – Бог. И Будда – Бог. И в каком-то смысле Магомед тоже был Богом. И понимаешь, в каком-то смысле и мы с тобой тоже Боги. Я думаю, так. Начинаем с самого начала. Проблема некоторых людей заключается в том, что они готовы поклоняться всем. При этом, как выясняется, не поклоняясь никому. Что я имею в виду? Приведу очень короткий пример. Возьмем простое предложение. И сейчас на этом уже закончим. Возьмем короткое предложение. «В понедельник Ваня был в библиотеке». В этом предложении есть одно главное слово. От того, какое оно, зависит смысл предложения. Например, «В понедельник Ваня был в библиотеке». То есть, вы спорите. Он спорит, говорит, что не было. Я говорю, он был в библиотеке. Слово «был» главное. «В понедельник Ваня был в библиотеке», а не в бане, например. Или не в кино. «В понедельник Ваня был в библиотеке», а не Света. Вот одно главное слово. Если в предложении сделать главными все слова «В понедельник Ваня был в библиотеке», Смысл теряется. Мы не понимаем, что мы хотим сказать. Павел, обращаясь к слушателям, обращаясь к Афининам, говорит, вы кланяетесь многим богам. Хорошо, что вы нашли того бога, кланяйтесь и тому богу, которого вы не знаете. Вот об этом боге, которого вы не знаете, я вам расскажу. Но когда я вам расскажу о нем, выяснится, что он единственный бог. Что он единственный, кто достоин поклонения. В чем-то наш современный мир похож на Афины. У нас много богов. Только имена у них уже не Зевс, не Гера, не Афина и какие-то другие. Имена этих богов иные, но их много. Это и благополучие, это и здоровье, это и карьера, это и успех, это и счастье. И человек не знает, что ему делать, потому что он хочет и первого, и второго, и третьего, и пятого, и десятого. Он теряет из вида самое главное. Бога, который творец неба и земли. И вот об этом боге будет говорить апостол Павел, обращаясь к своим слушателям в Афинах. Субтитры создавал DimaTorzok